В Тверской городской думе состоялась встреча юноармейцев с героем России Иваном Хрусталёвым. У ребят появилась уникальная возможность пообщаться с действующим участником специальной военной операции и задать интересующие вопросы. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Иван Хрусталёв родом из деревни Ососия Спировского округа. После окончания школы поступил в политехнический колледж в Мурманской области на специальность наладчик электромеханического оборудования. Далее прошёл срочную службу в Вооружённых силах Российской Федерации. Работал в строительной сфере. Затем принял волевое решение служить по контракту. С 2022 года участвует в специальной военной операции. И сегодня, будучи уже героем России, встречается со школьниками. Встретиться с молодым поколением, донести до них, что такое хорошо, что такое плохо. Общаться, напутствие давать. Какие-то советы дети дают наоборот. Поэтому необходимо, необходимо встречаться. Горжусь, что я родился в Российской Федерации, что живу в России, в такой шикарной стране. Иван искренне считает, что любой подвиг и хорошее дело начинается с любви к своей родине. Среди наград военнослужащего медали «Жукова золотая звезда» за отвагу, знак отличия «Георгиевский крест». Герой рассказал ребятам о том, как проходит специальная военная операция, о быте бойцов и ответил на вопросы присутствующих. Один из них был посвящен письмам солдату. А именно, какие эмоции испытывают наши защитники, читая их. Иван Хрусталев, не задумываясь, ответил, что это очень большая поддержка для ребят на передовой. И признался, что эти письма берет с собой на задание и в тяжелые моменты перечитывает. Депутат Тверской городской думы Алексей Виноградов отметил ценность подобных встреч. У юнормейцев, у представителей патриотических клубов уникальная возможность пообщаться вживую с реально действующим участником специальной операции. Да еще и героем Российской Федерации. Вот учиться надо у тех, кто умеет сам. Участники мероприятия признают, что это не просто разговор поколений, а возможность узнать правду из уст человека, который принимает участие в знаковых событиях и вместе с боевыми товарищами пишет новую историю нашей страны. Поговорили как раз с ветераном боевых действий. Как раз больше узнали, что там делают, чем питаются и какие основные задачи они там делают. Такие встречи способствуют воспитанию чувства гордости за свою страну. На конкретном примере подростки увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к родине – это качество настоящего человека.